Нокия 5530 очень интересный смартфон. Это упрощенная и заметно удешевленная версия 5800. При этом новинка выглядит гораздо лучше предшественника. Телефон намного меньше, лучше собран, да и просто красивее. Металлический корпус выглядит куда лучше пластиковой мыльницей 5800. Нокия 5530 отлично размещается в кармане или руке. Вообще это самый миниатюрный тачфон на рынке. Но вот экран смартфона удешевление ради, немного уменьшили. Было 3,2 дюйма, стало 2,9. Впрочем, на управление эргономики такое сокращение никак не сказалось. Сенсорный симбиан все так же неудобен. Экран по-прежнему имеет соотношение сторон 16 на 9, разрешение 640 на 360 точек и мерзкий резистивный сенсор. Впрочем, за такие деньги емкостные сенсоры бывают только в плеерах. Еще под нож 5530 пошел модуль 3G. Хотя нам какое дело, в России 3G встречается мало где, а в столице так и вовсе только-только начал появляться. Следующим пострадал аккумулятор. Он похудел с 1300 до 1000 мА. Хотя это дань габаритам, старая батарея просто бы не влезла в новый тонкий корпус. Потеряли мы мало. Минус несколько часов воспроизведения музыки, минус несколько часов работы при обычной нагрузке. Напоследок, подчистили и комплект поставки. Карточка памяти вдвое меньшего объема. Никаких чехлов, подставок, медиаторов. Только самое необходимое. Кабель, зарядка, гарнитура и стилус. Не надругались разве что над камерой. Модуль остался тем же. Правда, оптика уже не Carl Zeiss. Но, как показала практика, качество фотографии не ухудшилось. Видимо, программисты допилили алгоритм обработки. Снимки у 5530 более четкие, без уклона в синеву. Допилили прошивку. Например, избранных контактов на главном экране теперь можно уместить в 5 раз больше. 20 штук. При этом на экране может находиться и панель ссылок. Четыре крупных иконки для быстрого запуска выбранных приложений. Также нашлось место для строки электронной почты, поиска и радио. Очень удобно переключать треки прямо с рабочего стола с помощью виджета. Всего этого в 5800 не было. Слава здравомыслию, в 5530 появился кинетический скроллинг. В предыдущих смартфонах для прокрутки списков нужно было возить пальцем по узкому ползунку, а тут по всей области экрана. Такой же вариант скроллинга присутствует в iPhone. И, как показывает практика, это не только удобно, но и жутко красиво. Еще в 5530 научили нормально работать с датчиком движения. Например, виртуальная клавиатура автоматически превращается в QWERTY при повороте телефона. Остальная функциональность система 5530 одинакова с предшественником. Очень удобный и функциональный плеер, почти эталонное качество звука, правильный миниджек в нижнем торце, радиус RDS и красивый режим визуализации. Кстати, к аппарату прилагается просто отличная карнитура. Вряд ли ее кто-то захочет менять. Путем выкидывания ненужностей Nokia сделала очень хороший телефон, который оказался гораздо лучше навороченного прародителя. Не то чтобы хит, но определенно наши финские товарищи идут верной дорогой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...